МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считает Серик Сапиев. Но его путь к мечте стать олимпийским чемпионом был долгим и тяжелым. Буксу Серик Сапиев отдал 20 лет своей жизни. Он считает, что спорт любит терпеливых людей. Секрет достижения высоких результатов Серика Сапиева прост. Главное – это стремление к цели, упорство и дисциплина. Нужно верить в свои силы. Проигрыши давали какую-то мотивацию для дальнейшего совершенства. На вопрос о том, какие яркие воспоминания остались у него от Олимпиады в Лондоне, Серик Сапиев ответил, что он вспоминает момент, когда звучал гимн Казахстана и поднимался государственный флаг нашей страны. По словам чемпиона, в такой момент любой спортсмен чувствует себя частью своей огромной великой страны и понимает, что это победа всего Казахстана. На Олимпиаде ты отдал все свои силы. У тебя просто такое состояние. Внутри все кипит. Ты горд и рад за страну. Поднимаешь флаг, смотришь на зрителей, и они тебе аплодируют. Чувство такое. Вот смотрите, я представляю Казахстан. Признался спортсмен. Победы тоже определенную мотивацию давали. Победил. Я все могу. Уверенность придает. Силы придает. Серик Сапиев не только завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне, но и получил кубок Вэла Баркера за лучшую технику ведения боя. Всего 19 человек за всю историю владели этим трофеем. А казахстанцам за последние 25 лет этот приз вручался трижды. Серик Сапиев признавался, что награждение кубкам стало для него полной неожиданностью. Нужно всегда трудиться. В любом деле, каким бы ты ни занимался, хоть это будет наука, хоть спорт, искусство, творчество, все признают, что труд делает человека успешным. Серик Сапиев – это пример того, как должен вести себя чемпион такого уровня. Он зажег сердца миллионов мальчишек, которые хотят заниматься боксом и быть похожими на него. Серик Сапиев свою миссию в спорте выполнил. Самыми значимыми наградами в жизни Серик Сапиев считает победу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, присвоение Кубка Белла Баркера, избрание послом доброй воли ЮНЕСКО и свою семью. Хотелось бы, чтобы больше людей, во-первых, занималось спортом, во-вторых, это училось, самосовершенствовалось. Здесь много вытекающих моментов. Мы должны слушать старших своих тренеров, учителей. Сто процентов знаю, что пригодится, если ты будешь трудиться в любой своей сфере. Продолжение следует...